Музыка Вы меня транспортовали вместе с руководством города трудовой славы Магадана. О том, что мы фактически закончили работу по асфальтированию в рамках БКД. Нужно вопрос. Мне дальше будут рассказывать, что все сделано в рамках ПСД. Знаете, есть следующее. Во-первых, смета-смета не учитывает. Ряд технических моментов. Правильно? Смета предусматривает, что все будет делаться в рамках ГОСТ. Норм, правил. Правильно? Так? Нет? Да. Товарищ Воловой, он экспертизы смет делает. Правильно? О том, что бордюры так не устанавливается или в смете же это вообще и представить сложно. Но есть правила установки бордюров, как говорится, в стык? Или бордюры ставятся так, как вздумается? Есть? Есть. Вот на этой фотографии справа. Значит, это что за установка бордюров? Мне кто-нибудь это может объяснить? Причем не простого бордюра, а гранитного. У нас по качеству бордюров Москва. Посмотрите на исполнение. У нас что? Значит, после бордюра благоустройство не делается? Если все делается... Можно один момент? Здесь контракт закрыт, деньги выплачены. Контракт? Нет. Пока не переделают и не сделают, считаю, в полном объеме, деньги не выплачивают. Сергей Гостиневич, мы... Вы у меня услышали? Да, я понял. Я еще один момент. Я предупреждаю город, это город-заказчик, вахханали это прекратить. Вон бордюры, значит. Кто так учил бордюры? Зачем вам гранитные бордюры, если вы так с ними обращаетесь? Вы мне объясните? Дорогущие бордюры, если вы не знаете, что это такое? Зачем вам САТЭК, который понятия не имеет, что это такое? Товарищ Малашевский. Единственное, что работаете еще не закрыты до конца. И вот эти бордюры, которые не нужны, я думаю, что они в однозначном порядке оплачиваться не будут. Минуту. Значит, я хочу переделан на вся. Пока не переделают, так не пойдет. Тут два сантиметра не заплатим. Так не пойдет. Сделайте соответствами с нормами и правилами, с ГОСТами. Тогда оплатят. Тогда будет оплачена работа. Так не пойдет. Мои дорогие. Вы что, хабство такое? А можно один момент? Вот просто это насчет совести. Что, нельзя было 3 метра асфальта доделать? У вас проект не сошелся. Вы как проект не делаете? Зачем было тратить деньги на границные бордюры и асфальт? Что, не могли сделать? Вы же для людей делаете, а не для того, чтобы кассу освоить. Или все-таки ради кассы делаете. Нет, конечно. Тогда, тогда, как любит говорить Юрий Федорович в рамках госзадания, в этом году, чтобы было сделано и будет сделано, вы с БКД ни копейки не получите. Только через суд. Если он встанет на вашу сторону. Я предупреждаю, товарищ Карасуткин, вас. Что за качество выполненных работ в рамках БКД вы отвечаете? А не то, что вам принесли документы. У них совести нет, они принесут. Сергей Константинович, мы все эти нарушения зафиксировали актом, направили ее в город для устранения нарушений. Но более 17 подписаний. По всем вот этим моментам. Дальше, ну, следующий слайд. Это что, законченный рамки? Это что, так должен быть колодец на тротуаре сделан? Халтурщики, называется, на улице Майскин, значит, в поселке Снежный. Но при этом, при этом, значит, кто-то же должен был смотреть и не допускать этого. А теперь вы не будете рассказывать, что уж все ушло под снег и делать невозможно из-за погодных условий. Тогда оплата уйдет, значит, на следующий год. Как только переделают. И когда вы докладываете о кассе, еще раз, на совесть иметь, пока у вас безумная смелость, что за такое использование бюджетных денег вас погладят поголовками. Дальше. Это кто делал? Поднаровчатый, кто работал? Не господин Михайлов с голодом? Кто бордюры так ставит? Гранитные. Можно узнать? Бордюры по тротуарам ставила компания «Восток Капитал», а проезжую часть – Тенкинская дорожная компания. Я правильно понимаю, что это в рамках уже… Это дворы? Нет, за всем. По Наровчату это БКД. БКД? Да. А можно узнать, это правильный установка бордюра? Нет. Вынесено предписание. А? Вынесено предписание, Сергей Горькович. Пока не сделают, не устраняют замечания, работы не оплачиваются. А в центре и справа пример фотографий. Можно один вопрос? Это товарищ Малашевский, чем городу. Вы гранитными бордюрами, что за направление придаёте? Зачем было ставить гранитный бордюр ещё с поворотом на эту лестницу? Деньги-то зачем надо было тратить? Неужели без этого бордюра в направлении этой лестницы нельзя было обойтись? Я понимаю, что у вас там бардак, и вы не собирались этим заниматься. И не видите этого ничего. Ну, деньги-то зачем было тратить на этот бордюр? Которые дорогие, которые не хватает. Их не хватит. Посмотрите, это что после работы в центре? Асфальт так должен и лежать? На обочине? Первое. Если акты приняты, я вам объясняю. Как только вы его подписали, вы работы приняли. Все замечания устраняются до подписания акта. У вас что-то с головой по-прежнему не дружат. Вы, не дай бог, вы подписали акт с неустраненными замечаниями. Сергей Константинович, по каждому договору по программе безопасной и качественной дороги, даже если работы выполнены в полном облине, 10% не оплачено до устранения всех замечаний. Это не единственное замечание. в отличие. Дальше. Слайд. Это ремонт Якутская от улицы Пролетарской до проспекта Карла Марса. Кто делал? Восток Капитин. Это что за хамство? Слепо. Это что за подрядчик? Почему вы позволяете так не уважать родной город? Наглым подрядчиком? Что за подрядчик вам не любимый, который каждый год зарегистрирован в частном секторе, в какой-то квартире. из персонала, по-моему, три человека. Но у вас любимый подрядчик на десятки миллионов рублей. Посмотрите, как вы у него принимаете работу. А с правой стороны это что? Так, а с вами должен укладываться? Дальше. А это что? Что нельзя было бордюры, значит, он с левой стороны в стык поставить. Здесь угол не смогли вырезать, не умеют. А в центре? Это что за цирк? У вас надзор за подрядчиками есть? Да. Нет. Есть следующее. Мы в рамках БКД. БКД. Значит, вопрос. Мы еще отдельно соберемся. Значит, не можете уже не первый год. Не будете делать. Нет. Некому сделать нормальный проект. Именно проект. Исполнители, я не знаю там, где они такое увидели художество. Надзора нет никакого. посмотрите на качество асфальта хваленого. Это голодовский асфальт здесь у вас. Он же у вас помощник, как у Михайла уходит. Следующий слайд. Это что, колодец? Посмотрите, асфальт какой. Зернистый. Это что там? За заплатка по центру. Зачем вам гранитные бордюры, если вы просто работать не умеете? Вы зачем материал переводите? У вас на переделку очень мало времени. Не сможете представить. Министерство предупреждает. Я напоминаю, что у нас еще Росавтодор контролирует это полномочия. В Росавтодор отправить это все. Буду проводить совещание, чтобы было и объяснялся. Не дай Бог, заплатили за это деньги. Вы понимаете, чему вам это грозит? Следующий. Почему? Бордюр какой? Какой был такой? Поставили, что ли, слева? Это что такое? Это что за хамское отношение? Почему вы позволяете подрядчику так себя вести на территории города, который вам по ошибке доверили? А это с правой стороны. Это что? Такая состыковка слоев? Вы мне покажите, где? По какому горству и нормативу такое качество возможно? Насколько я понимаю, это благословище общественной территории полностью Коширина. Кто делал? Кто делал благоустройство общественной территории полностью Коширина? Это что? Это контракт вольства и администрации. Контрактные работы еще не закрыты, ни по одному, ни по второму объекту. Я докладывал сегодня. А кто исполнитель, не знаешь? Там уникли, несколько, как вести себя. Это областные деньги? Это особо экономической зоны, то, что вы сказали, если не замершат, вообще не оплачивают. Значит, эти вещи оплачивают. А это благоустройство автобокзала. Это благоустройство, это тоже, значит, непонятный подрядчик. Значит, не переделывается, оплачиваться не будет. Понятно? Может, вытаскивают? Подрезают? Что за хабство такое? Дальше. Судя по всему, подрядчик не знает, что и как нужно делать. Возможно, это не его вина. Но у меня вопрос. Мы почему допускаем подобных подрядчиков на исполнение работы. Образования нет ни у исполнителей, ни у руководителей, ни у собственников. Элементарного, профессионального их знаний нет. Элементарного образования нет. Четыре класса, значит, не оконченных церковно-приходской школы. Это что такое? Я вам сказал, по всем областным деньгам это относится и к программе столицы. Я дал команду выпустить документы о порядке финансирования, то есть о порядке приема и оплаты работы в рамках региональных программ. Заказываю, принимаю, вам даю, потому что я еще раз за деньги, которые перечисляются из всех видов бюджета вышестоящих в бюджет и отвечаете вы. Можно долго ходить рассказывать, а мы в суд подадим, они обещали переделать и так далее. Значит, воспитание будет простое, не перечисление денег. И это должно быть во всех соглашениях. И если на данный момент нет, должен быть документ о порядке приема и оплаты работ в рамках региональных и федеральных программ. Магаданская область присоединяется к новому национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Он нацелен на то, чтобы сделать перемещение по стране удобными, безопасными и интересными. Путешественники должны получить сервис, а организаторы мест отдыха – поддержку государства. Основные меры в рамках национального проекта предполагают субсидии на создание кемпингов, автокемпингов, формирование точек туристского притяжения, поддержку и создание новых национальных маршрутов, обустройство исторических центров городов, а также предоставление кредитов для инвесторов на создание гостиниц и грантовую поддержку предпринимателей в сфере туризма. О том, что это все действительно необходимо и работать в этом направлении придется много, рассказал и губернатор Сергей Носов. Акцент он сделал на гостиницах областного центра. Хотя и факт, значит, остается фактом, гостиниц у нас нормальных нет. Я прошу обратить внимание, у нас есть, допустим, полиметал, хочет построить гостиницу. Окей, ему, говорит, места не дают. Его когда-то город послал, значит, и он так ходит в этом убеждении, что так оно и есть. Ну, послал город его давно, но, как говорится, власть переменилась. Ситуация переменилась. И свадьбы в Малиновке больше не будет. Будем строить там на углу Портового, значит, там гадюшник, значит, надо чем во что-то превращать Приморского и Портового. Это гостиница Пирс или Марин, я вам сказал уже. И, конечно, это же кемпинг. Я сказать, озеро Джига-Лондон, оно из таких перспективных направлений. Предложения от Магаданской области уже направлены в адрес аппарата правительства страны. Ответственные лица за реализацию регионального проекта, кураторы и руководители определены. Анна Корнетова, Виталий Маляков, специально для Карибу. Для магаданцев и гостей города стало доступно новое направление походов выходного дня, удобное для передвижения эко-тропа «Черный ключ». В торжественной обстановке ее открыли для любителей пеших прогулок. Обустройство популярного среди горожан маршрута проводилось в рамках проекта «Большая Колымская тропа». Он стал победителем конкурса фонда российских грантов. Инициатором создания этого благоустроенного объекта на берегу бухты Гертнера стало агентство по туризму Магаданской области. Основная задача агентства, как отмечает его руководитель, сделать туризм на Колыме качественным направлением, чтобы путешественники приезжали в регион за какой-то изюминкой. Необходимо создавать благоприятный имидж территории, а для этого нужна развитая инфраструктура. Так появилась задумка начать с отработки экологических троп. Сейчас на тропе у нас около пяти больших информационных стендов. На нем человек может познакомиться, где он идет, какой километраж, что он может встретить. Непосредственно у нас на стоянке есть информационный стенд с флорой и фауной. Там человек может не только отдохнуть, но и почитать, что он может увидеть, каких животных, какие растения посмотреть, почему они здесь произрастают. То есть человек, сам передвигаясь по тропе, может еще заняться краеведением и узнать больше информации в собственном крае. Здесь же есть у нас лавочки, столы, где можно отдохнуть. Лавочек установлено около десяти, если не изменяет память. По всему маршруту есть указатели, они уже начинаются снизу и идут в принципе всей тропе, чтобы человек не заблудился. Естественно, это арт-объект, который уже стал довольно популярным еще до открытия тропы, уже все на него приезжали, смотрели. Это качели, на которую можно отдохнуть, беседка для переодевания, так как официальный старт тропы здесь. В этой беседке вы можете переодеться в удобный уже для вас трекинг-обув после маршрутки и там после машины и спокойно пойти уже в пеший поход. И входная группа, и конечно же маркированные где-то камни, где-то деревья, где-то метки, где не было естественных объектов для нанесения. На Колыме побит десятилетний рекорд по вылову горбуши. Об этом сообщает Департамент рыбного хозяйства регионального правительства. Последний раз 9 тысяч тонн этого вида семейства лососевых удалось выловить колымским рыбакам только в 2011 году. Этим летом его подходы были массовые на всем побережье Охотского моря в пределах региона. Наибольшая величина отмечена в Гежигинской губе, где в общем добыли почти половину всего улова. В свою очередь антирекорд установили кета и кижуч. Фактически вылов стал самым маленьким за последние пять лет. Кеты поймали чуть меньше полутора тысячи тонн, кижуча в четыре раза меньше среднем многолетней величины. Общий вылов всего лосося составил около 10 с половиной тысяч тонн. 15 сентября дежурную часть отдела МВД России по городу Магадану с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что в начале месяца ей позвонил неизвестный, представился специалистом банка и сообщил о том, что с ее счета происходят несанкционированные списания средств. Чтобы сохранить сбережения, собеседник порекомендовал гражданке перевести деньги на так называемые безопасные счета и ожидать звонка сотрудников правоохранительных органов. Затем потерпевший позвонил мужчина и рассказал, что расследует дело о мошенничестве сотрудников банка и порекомендовал четко следовать указаниям специалиста финансового учреждения. После этого на связь с женщиной вновь вышел сотрудник банка и убедил заявительницу снять с собственного счета почти 200 тысяч рублей, перевести указанную сумму на 8 различных абонентских номеров. На следующий день доверчивая пенсионерка, действуя по указанию звонивших, обналичила более миллиона рублей и перевела их на счета 56 телефонных номеров. На протяжении последующих пяти дней введенная в заблуждение жительница областного центра также переводила крупные денежные суммы на различные счета, выполняя указания злоумышленников. Лишь спустя неделю пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. В общей сложности она собственноручно перевела неизвестным более 7 миллионов рублей. По данному факту следователями городского отдела полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Полицейские призывают граждан быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не совершать финансовых операций по указанию неизвестных, кем бы они не представлялись. При получении по телефону любой сомнительной или тревожной информации о банковских счетах необходимо прервать разговор, а затем обратиться в банковский офис лично, либо перезвонить по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты. Помните, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам с информацией об их банковских счетах. Отдельное обращение к родственникам пенсионеров. Побеседуйте с людьми старшего поколения, проведите с ними разъяснительную профилактическую работу. Колымские полицейские продолжают бороться с нелегальным игровым бизнесом, выявляют и пресекают незаконную организацию и проведение азартных игр. Об этом на брифинге рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области Денис Зотиков. Несмотря на существующий запрет, предприимчивые жители нашей области предпринимают попытки для организации иконной деятельности. Пройдя анализ, можно сказать, что наиболее подвержен данной категории преступлений областной центр. Преимущественно для организации незаконного бизнеса арендуются нежилые малоприметные помещения, информационные выиски отсутствуют, используется пропускная система. В случае смены игруного заведения игроки уведомляются посредством мессенджера. Для игры посетителям заведений предоставляются планшеты и персональные компьютеры. Для VIP-клиентов оказывается услуга дистанционной игры. Это когда игроку предоставляется планшет и он, находясь, например, дома, звонит администратору, называет номер и при зачислении денежных средств получает код доступа. Стартовая цена составляет 100 рублей. Среднесуточный доход такого игорного заведения составляет до 100 тысяч рублей. За период 2020 года по настоящее время на основании представленных подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции результатов оперативно-ростной деятельности органами предварительного следствия возбуждены семь уголовных дел в отношении лиц, организовавших незаконную уголовную деятельность на территории города Магадан окончено производством направленного в суд шесть уголовных дел. В том числе из них три с квалифицирующим признаком совершено в составе организованной группы. К уголовной ответственности привлечено 21 лицо. Семинар по вопросам волонтерства прошел сегодня в молодежном центре. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти, ответственные за поддержку добровольческой деятельности в образовании, культуре, соцподдержке, экологии и ЖКХ. Одна из тем, которую обсудили в ходе встречи – привлечение большего числа колымчан к волонтерским проектам. Одна из целей, национальных целей развития, которые у нас в указе президента зафиксированы к 2030 году в увлечение не менее 15% населения в волонтерскую деятельность. То есть 15% и молодых, и немолодых, и всех людей должны быть волонтерами. Мы должны к концу года выйти на 9,5% мы уже вышли на эту цифру. Вообще с начала года больше 20 тысяч жителей Магаданской области уже стали участниками тех или иных волонтерских активностей. Рекорд у нас был в позапрошлом году у нас было порядка 30% населения, которое участвовало. В Магаданской области сегодня работают 75 добровольческих организаций. Это команды неравнодушных людей, которые безвозмездно делятся своими ресурсами, временем, умениями и профессиональными навыками на благо людей. Они объединяют волонтеров, обеспечивая их обучение, координацию и поддержку. Самое главное, что нам кажется, нужно делать, это, конечно, информирование. Чем больше людей знает о том, что это, чем больше людей знает о том, какие проекты, какие интересные акции, форматы работы реализуются, чем больше людей знает о форме Добруру и так далее, тем, собственно, больше возможностей в этом поучаствовать. Кроме того, мы стараемся в своих волонтерских каких-то мероприятиях учитывать форматы для разного для разных форм участия. То есть, например, сейчас у нас идет акция Добрая книга, и можно как-то прийти в библиотеку и помочь навести порядок и так далее, а можно просто книгу принести. В общем, по времени это занимает по-разному, в зависимости от возможности человека, но формат участия позволяет поучаствовать и тем, у кого много времени, и желание его потратить на добрые дела, и тем, у кого времени может быть поменьше, но желание тоже есть. Поэтому вот такие разные форматы, которые мы включаем, они позволяют разным людям в этом участвовать. Присоединиться к тем, кто дарит добро, может каждый. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайтах добро.ру и молодежи России, вступить в инстаграм-группу молодость49 и получить книжку волонтера. Анна Корнетова, Виталий Моряков специально для Карибу. КОНЕЦ